Настоящие территории спорта по праву называют наш районный центр Славинск-на-Кубани. Тысячи славянцев всех возрастов занимаются физкультурой и спортом. Популяризацией здорового образа жизни помогают постоянное развитие спортивной и материально-технической базы и наличие сильного тренерского состава. Славянцы прекрасно знают, что спорт – это полноценная жизнь, которая приносит только положительные эмоции. Самое главное, что в спортивном развитии заинтересованы все – спортсмены, тренеры, руководители спортшкол, предприятия, организации, учреждений высшего и среднего профессионального образования, представители трудовых коллективов города, победители и призеры 17-й спартакиады трудящихся славянского городского поселения, студенты были приглашены в городской дом культуры. Здесь состоялось торжественное мероприятие по итогам спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в 2023 году – праздник спорта. Глава славянского городского поселения Александр Берсенев сердечно поблагодарил всех, кто внес свой весомый вклад в организацию различных соревнований и совершенствование спортивной отрасли в минувшем году. И, надеюсь, мы сегодня подведем итоги прошедшей спартакиады 2023 года, ну и, надеюсь же, мы, наверное, вступим, наверное, в спартакиад уже 2024 года. Хочу поздравить всех руководителей и сказать им спасибо, руководителям предприятий, спортивных организаций, тренера. Огромное спасибо, потому что в этой, как говорится, культурно-массовой работе, да, говорят, оздоровительной, да, принимают участие не только взрослые. Спорт – это прежде всего здоровье, движение – это тоже, говорят, здоровье. Поэтому хочу поблагодарить всех руководителей данных предприятий, поблагодарить медиков, которые непосредственно, когда проходят соревнования, принимают участие и смотрят за здоровьем всех участников этих соревнований. Хочу огромное спасибо сказать и отделу молодежи. Для того, чтобы организовать вот такое культурно-массовое мероприятие, кто-то должен быть зачинщиком, организатором. Благодарностью главы города за сотрудничество в области физической культуры и спорта были награждены директора спортшкол, тренерско-преподавательский состав, медицинские работники и волонтеры, которые в течение года помогали в организации проведения спортивных соревнований. Кубки благодарности вручены победителям и призерам 17-й спартакиады трудящихся славянского городского поселения по девизам «За единую и здоровую Кубань». В числе победителей команды «Магнит», «Сельта», «Славянский комплексный центр социального обслуживания населения», «Славянский кирпич». По итогам спортивного 2023 года в номинации «Лучший спортсмен спартакиады» победу одержала Юлия Реука, которая трижды становилась победителем в отдельных видах соревнований. На праздники спорта были награждены семьи, которые принимали активное участие в соревнованиях в составе команд своих трудовых коллективов. Были отмечены лучшие из лучших, кто добился успехов в спартакиаде среди физкультурно-спортивных клубов по месту жительства «Живым и павшим посвящается». Василий Завгородний был награжден благодарностью, и семья поздравила его с этим. «Да, я очень благодарен и администрации Славянского района, и администрации Славянского на Кубани, кто приглашает нас, кто верит в нас. Наверное, это и дает ход нашему движению, да, спорт – это жизнь. Мы стараемся не только для себя, но и для наших детей показать им правильный путь в жизни, что нужно заниматься спортом. А спорт – это хорошее настроение, это сила духа, это победы. А победы, они всегда интересны, поэтому всех призываем заниматься спортом, быть крепкими, здоровыми». На сцену для награждения были приглашены победители 15-й спартакиады молодежи в 2023 году под девизом «За здоровую молодежь Кубани». Первое место заняла команда филиала Кубанского госуниверситета в Славянске на Кубани. «Здоровый образ жизни – это личный успех каждого. И, конечно, такая возможность у наших студентов проявлять себя в соревнованиях, то, что делает администрация нашего Славянского района, города Славянска на Кубани. Возможность соревноваться в таких прекрасных организованных спортивных базах, манежах, стадионах – действительно, это неоценим опыт. Это большой вклад в становление ребят, в их жизненный успех. «Хочется, конечно, также отметить, что эти навыки, которые они получили, помогут им в дальнейшем проявлять настойчивость, терпение». «Конечно, это помогает учиться, развиваться, потому что спорт – это большое колоссальное развитие в любом направлении. Это помогает успевать везде, это закаляет твой дух. Это, в принципе, просто огромный-огромный колоссальный опыт. Участвую я в больших и разных соревнованиях, как в сельских соревнованиях, как и в славянских. Также просто в нашем университете непосредственно проводится очень большое количество соревнований по дартсу, по баскетболу участвовала». Славянский сельскохозяйственный техникум на втором месте в 15-й спартакеаде молодежи. В проведении многих спортивных мероприятий большую помощь оказывали волонтеры. «Наша задача – это помогать в проведении подобных мероприятий. Мероприятия проводятся среди школьников, среди студентов, молодежи города и также самотрудовых коллективов города Славянск-на-Кубани. Интересно наблюдать. Это очень захватывающее мероприятие. И да, действительно, в проведении таких мероприятий волонтеры очень нужны». Завершилось торжественное мероприятие творческими номерами артистов городского Дома культуры. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко. Программа «События».